МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте об этом поговорим. Да, действительно, для нас этот год очень значимый. 20 лет избирательной комиссии Рязанской области. Хотя сама дата у нас исчисляется от 31 августа 1995 года. Это когда избирательная комиссия стала юридическим лицом. Но почему весь год? Потому что формирование комиссии началось в июне. С постановления Рязанской областной думы вышло 1 июня. О утверждении положения Рязанской областной избирательной комиссии. Так она тогда называлась. Потом шло формирование самой комиссии. Из 14 членов, как и сейчас. И тогда тоже на первом этапе это было. Из 14 членов. Потом это юридическое лицо. А потом все мероприятия, которые способствовали формированию не только комиссии, но и аппарату комиссии. Но и в итоге очень немногочисленный состав. В составе всего 4 человека. Причем двое из них. Это непосредственно члены комиссии. Это председатели и секретари. Еще один работник аппарата, ведущий специалист, бухгалтер. Вот так начинала работа избирательная комиссия. Я не говорю о самом составе в 14 человек. Это люди, которые работают не на постоянной основе. Соответственно, они приходят на заседание комиссии, участвуют в каких-то других мероприятиях, проводимых комиссией. Но постоянное место работы избирательной комиссии у них не является. Я думаю, что работа у вас достаточно нервная. Я имею в виду даже вашу. В течение всего года вы на струне практически. Только выдыхать, правда, не очень получается. Потому что обычно не очень хорошо представляют работу избирательной комиссии. Все время связывают только с днем голосования. Ну, с подготовкой, может быть, к нему. На самом же деле, когда уже объявлены выборы, это уже идет такой самый интенсивный период. И здесь уже все распланировано. Календарный план, который нельзя нарушать ни на день, ни на час, ни на секунду. Здесь уже все более строго. Но это не значит, что избирательная комиссия не работает в остальной период времени. Достаточно много функций возложено на комиссию. Ну, во-первых, конечно, это все, что связано с автоматизированной системой выборы, так называемой газ-выборы. Кстати говоря, если мы сейчас об истории ведем речь, то вот когда комиссия образовалась в 95-м году, этой системы не было. И все приходилось делать вручную, вплоть до того, что считать бюллетени, каждый лист, вот как деньги в банке считали. Сейчас все это делается в пачках. И, соответственно, всю документацию ввести вручную. И только на следующий год, в 1996 году, стали поступать первые элементы, фрагменты системы газ-выборы. И тогда же началось вот это первые компьютеры, это сама система, это организация работы системных администраторов, которые у нас находятся в каждом районе нашей области и районах города тоже, потому что там стоит фрагмент системы газ-выборы. Вот тогда только вся эта работа началась. Это длилось, конечно, не в одночасье это все. Вот тогда более-менее стала вот так вот систематизирована вся эта работа. И поэтому сейчас вот много завязано на газ-выборы, помимо самих выборов, имеется в виду это учет регистрации избирателей, списки избирателей, составление списков избирателей. В общем, все-все-все делается сейчас автоматизированно. Из этих 20 лет вы уже половину работаете в избирательной комиссии. Что вас привлекло в этой профессии, хочется узнать. Да, уже даже больше половины. Скоро будет 11 лет, как я возглавляю комиссию. В принципе, сначала меня ничего не привлекало. Это просто был приказ возглавить избирательную комиссию в свое время, потому что менялся руководитель. Значит, только что сменился тогда состав комиссии. А потом настолько втянулось, настолько понравилось. Работа очень живая, очень разнообразная. Это только кажется, что все одно и то же. Рутинные бумажки, да? Да, что все одно и то же, что из выборов-выборов это все повторяется. Это неправда. Я хочу сразу сказать, что вот это заблуждение, если есть у кого-то такое мнение. Потому что каждая избирательная компания, она настолько примечательна, настолько имеет свои отличительные черты. Да и надо сказать, что закон меняется достаточно быстро и в достаточно большом объеме. Поэтому приходится все это учитывать и, соответственно, перестраивать свою работу. Поэтому всегда появляется какая-то новизна. А поскольку мне сам процесс интересен, избирательный процесс, то получается, что ничего не надоело, все нравится, хочется еще работать. А интересен чем? Результатом? Ну, результаты это уже второстепенно. Честно говоря, для избирательной комиссии это второстепенно. Конечно, хорошо, когда хороший результат. Самое главное – процесс организации. Процесс работы с политическими партиями, с избирателями, с молодежью. Для этого существует у нас специальная программа. Каждый год принимается ведомственная программа по обучению избирателей, по обучению членов политических партий, участников избирательного процесса, по обучению членов участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий. Я так и говорю, такую-то комиссию называю, но, наверное, чтобы было понятно, надо сказать, что у нас шесть видов избирательных комиссий существует. Первый, конечно, это центральная избирательная комиссия, дальше областная избирательная комиссия, а еще, кроме этого, существуют избирательные комиссии муниципальных образований. У нас, правда, таких немного, вот в городе Терезань, например, есть территориальная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии, которые под определенные выборы создаются, там, где идут выборы по смешанной системе, то есть, кроме того, что по партийным спискам, еще по мажоритарным округам. И, соответственно, наши труженики, наш самый большой многочисленный состав – это участковые избирательные комиссии, которых на сегодняшний день, членов участковых избирательных комиссий, у нас, значит, более 8 тысяч человек. И, кроме того, у нас еще существует резерв участковых избирательных комиссий. Как космонавты практически. А вместе с резервом, вот эта масса людей, которые задействованы в избирательной системе в нашей области, это более 14 тысяч человек. Как идет отбор? Как люди сами хотят работать в избирательной комиссии? Или есть какая-то протекция, что этот человек мог бы справиться? Или, как вы, действительно, вот пришел по приказу, да, остался на большую часть жизни? Что касается избирательной комиссии Рязанской области, то здесь половина комиссии 7 человек назначается губернатором, другая половина, значит, тоже 7 человек Рязанской областной думы. Но это касается только избирательной комиссии Рязанской области. Значит, что касается нижестоящей комиссии, здесь различные предложения. Ну, в первую очередь, по предложениям политических партий, значит, по предложениям органов местного самоуправления, по предложениям собраний избирателей по месту жительства, работы, учебы. То есть не просто человек пришел, сам сказал, я хочу работать в комиссии. Это должно быть некое мероприятие, ну, в виде собрания, допустим, на котором действительно люди поручают одному из тех, кого они знают, кто присутствует на собрании, принять участие в избирательной комиссии. Ну, а потом уже идет формирование, я не буду загружать, но по особым правилам. И что касается уже председателей комиссии, то, значит, они назначаются в участковую комиссию территориальной комиссии, территориальную комиссию нашей областной избирательной комиссии, а вот в нашей комиссии конкретно моя должность, она выборная. То есть из всего состава 14 человек тайным голосованием выбирается председатель сроком на 5 лет. Когда начнется следующий важный период в работе избирательной комиссии? Уже в этом году, значит, после того, как мы сдадим финансовый отчет и на этом поставим точку на избирательную кампанию в Рязанскую областную думу, это где-то будет в середине ноября, и сразу же приступим к очередному этапу своей работы, это формирование территориальных избирательных комиссий, которых у нас 32, то есть во всех районах, городах области и в городе Рязани их 4. Но этот процесс мы завершим, дальше будет продолжаться учеба участковых избирательной комиссий по их подготовке уже к следующим выборам. Вы сегодня сказали, что тысячи людей так или иначе связаны, делают одно общее дело, но они могут и не встретиться друг с другом, но посмотрят сегодня нас. Давайте что-нибудь скажем людям, которые честно, грамотно выполняют свою работу на местах, благодаря чему целый механизм функционирует как нужно. Ну, конечно, мне, во-первых, хочется поздравить всех членов участковых, территориальных, окружных избирательных комиссий, всех-всех членов комиссий и весь резерв, в который зачислены люди, всех хочется поздравить за 20-летием нашей избирательной системы именно Рязанской области. Хочется пожелать им хорошего настроения и здоровья, и успехов, и успешного проведения избирательных кампаний, чтобы было как можно меньше жалоб, чтобы они жили дружно, несмотря на то, что в каждой комиссии у нас люди, представляющие интересы различных партий и избирательных объединений, и общественных объединений. И чтобы они всегда были довольны результатами своего труда, чтобы все получалось, ладилось, а выборы проходили на самом высоком уровне. Я с удовольствием присоединюсь к вашим поздравлениям. Телекомпания «Город» присоединяется и напоминает, что это была программа подробностей. До встречи в эфире.